Добрый день! Сегодня инбоксинг и битва за звание самого дешевого магнитного куба продолжается. И новый кандидат это Фанксин. Фанксин 3х3 магнетик. Что у него без особого названия выпустили. Такая вот коробочка. Ничего такого особенного. Открываем и встречаем кубик. Даже без инструкции. Сэкономили. Ничего больше в коробке нет. Но на то он и самый дешевый. Но, в удивление, в отличие от многих бюджеток запакован пленочкой. Видим. Знакомое читание. Как у многих сейчас кубиков это уже есть. Защита от флипов. Магниты есть, но они достаточно слабенькие. Давайте сразу мешать. Видим, что куб достаточно громкий. Но вращается очень легко. В качестве конкурентов я достал Шэншоу Мистер М. И Цикланд Бойс. Магнитная погремушка. И текущий держатель титула самого дешевого магнитного куба. Очень достойная головоломка. Мне нравится. Но требует чуть-чуть доработки клеем. Чтобы магнитики не звенели. И вот Максим. Конечно, громкий. Но нет мерзкого звона магнита, как у Цикланд Бойси. Он легче, чем Шнекшоу. Магнит, по-моему, самый слабый из всех троих. Я не буду здесь сравнивать с МГСи. Магнитными кубами средняя цена, наверное, в театрию. Только с этими. Разве что для чистоты сравнения можно достать еще X-Hin Kailin V2M. Но он все-таки подороже, мне кажется. Этот мне обошелся вообще рублей в 200. На удивление. Давайте соберем и посмотрим. Макапочки есть. Ну, это скорее всего из-за того, что он сильно расхлябан. Смотрите как. Сильно растянут. И я немного ошибаюсь из-за этого. А все-таки стоит его подзатянуть. Давайте еще раз. Теперь из-за этого не понял. Да, тяжело от его в таком растянутом состоянии контролировать. Но я тут пытаюсь. Не очень получается пока. Затянуть нужно. Магниты слабоватые. Проскальзывают. Давайте посмотрим строение. Ой, что это? Ну, конечно, никаким тут премиум-пластиком праймари не пахнет. Такое странное цветное внутреннее строение. Не знаю, откуда это скопипастили. Компания Фанксин обычно копирует у кого-то что-то. Ну, видно, что очень дешевый пластик. Я что-то сомневаюсь, что это так должно быть. Вот в эти отверстия можно заметить где-то магниты. Вряд ли на камеру вы это увидите. Но они там как бы есть. я сразу вижу, что вот с этой стороны магнитика нет. Либо не доклеили, либо отвалился куда-то приклеился в другое место, но вот не притягивается. Если вот здесь все держится, здесь нет. да, это уже минус. Угол все-таки разбирается. Я просто отковырял вот эту крышечку, отчелкнул вот эту ножку. Сейчас мы посмотрим, что там все-таки внутри. ну и видим, да, действительно, камера сфокусируется. Вот они, два магнита. Да, он просто отклеился с своего родного места и примагнитился к соседу. Ну, сэкономили опять, не доложили к Лере. качество сборки оставляет желать лучшего. Ну, благо, что он примагнитился к соседям, магнитом, а не выскочил через вот эти отверстия. сейчас я посмотрю, как там на остальных. Ну, что можно сказать? Оставлю это пока в таком виде. Трешка за те деньги, что за нее просят, неплохая. Совершенно. дешевый пластик. Не знаю, насколько он будет долговечен, но если выбирать себе бюджетную трешку и хочется магнитную, то почему бы и нет? Я не знаю, за сколько будут продавать его в России, но в Китае купил прямо за копейки. Почему бы и нет? Да, могут отвалиться магниты. Возможно, вы просто не доклеили на стадии сборки. возможно. Но гарантии, что они не начнут отваливаться в процессе эксплуатации, никто пока дать не может. Клей там не так много, пазов нет. Ну, вот я проверял остальные углы, там все хорошо. Можно ли советовать этот куп новичкам? Ну, профессионалу точно советовать не стоит, если только на крайней коллекции. Да, можно. Магнитный 3х3. Тот же Шэнк Шоу тоже требовал небольшой доработки с клеем. Тот же Циклан Бойс подклеим. Хоть хоть никакой доработки не требует, но он звенит. Лично мне это не очень приятно. Суперить, конечно, можно, но эстетика немножко не та. Кайлин он уже подороже, более средний. А это все-таки, наверное, самый дешевый. Магнитный кубик 3х3. Подклеим, подзатяну. Да, затянуть его все-таки надо. И покручу на нем. Я приклеил магнит и добавил немножко смазки в кубик и его вращение стало гораздо приятнее. Конечно, недостаток одного магнита мало сказывается на вращении, но наличие смазки конечно улучшило его характеристики. Изначально он вообще без смазки был достаточно сухой. и даже вот эта расхлябанность уже не так мешает. Перед тем, как затянуть, я решил проверить резкий угол и она тут очень даже неплохая. То есть вот на 45 градусов вообще без каких-либо усилий срезается. Обратный тоже режет. Мертвая зална есть, но куда без нее. сейчас я все-таки попробую немножко затянуть. Сделаю одну сборочку и немного затяну губ, потому что все-таки для меня слишком много свободы. Да, многовато свободы. затягиваю. Затягиваю. Затянул кубик, добавил туда на всякий случай густой смазки и стало вполне неплохо. Кубик, который удобно и приятно обращать. Стало теперь напоминать чем-то Шинкшоу Мистер Энн, только гораздо легче. Такой приятная тяжесть у Шинкшоу. А здесь он легкий, со слабенькими магнитами, слегка погремушечной, но вполне приятно крутиться. Затянул буквально на пол оборота. Покрутить можно побольше, конечно, найти более идеальную настройку, но уже вполне можно собирать. Уже нет таких беженых лакапов из-за расхлябанности. Рукой не очень привычно, но двумя вполне хорошо собирается. Стоит отметить, что здесь такая стандартная фанксинская расцветка, которая слегка отличается от общепринятой. Чуть потемнее, слегка матовая, ну как и у других головоломок от фанксина. Плохо это, хорошо, это на любителя, скажем так. Одну скажу, фанксин в очередной раз радует, и этот куб реально можно считать самым дешевым магнитным кубиком, 3х3. И этого у него не отнять. Крутить можно, новичкам вполне пойдет. Ну, а тех, кто имеет более дорогие магнитные кубы, ну, не советую. Исключительно для начинающих. или просто ради интереса, как я можете приобрести. Все на этом. Небольшие модификации доводят кубик до ума, но, в принципе, если не считать отпавший магнит, это может быть лично у меня, мне иногда везет на такие вещи. и из коробки кубиком вполне можно нормально пользоваться. Смазка, настройка, это уже дело вкуса. Молодцы, Фанксин. На этом все. Всем спасибо, всем пока. Небольшое дополнение уже на монтаже. Обратил внимание, что кубик, который я весь ролик называл Фанксин, на самом деле надписи Фанксин на коробке не имеет. Если взять коробку настоящего Фанксина, то вот такой вот кубик надписи Фанксин с иероглифами. А на этой кубик визуально очень похож, но надписи Фанксин нет, и даже иероглифы другие. Как бы есть вероятность того, что вот эта новая трешка это подделка под Фанксин. Не знаю, в магазине продавалось как Фанксин. Да, но такого наименования нигде на коробке нет. В общем, написано сероповайдер какой-то. Не знаю, не хочу ввести в заблуждение, поэтому делал такую добавку. А теперь точно все. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...